Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Уфе выписали из больницы. Об этом РБК Уфа сообщили в Минздраве Башкортостана. Пациентов выписали в минувшую пятницу в удовлетворительном состоянии. Пять человек остаются в больнице. Их состояние средней тяжести подчеркнули в ведомстве. Вспышка кишечной инфекции произошла на ОМПО 3 3 ноября Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. 5 ноября ведомство сообщало о 21 пострадавшем. 10 из них направили в больницу. К 7 ноября число госпитализированных выросло до 14 человек. Причиной группового отравления ведомство назвало норовирусную инфекцию. Источником распространения вируса стали сотрудники пищеблока. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава следкома России Александр Бастрыкин ранее запрашивал по делу доклад. Ради Хабиров поручил выделить 10 миллионов рублей на покупку оборудования для колледжа в селе Большоустекинское Мечтлинского района. Соответствующее распоряжение он озвучил в ходе оперативного совещания в правительстве. Учебное заведение стало победителем федерального проекта «Профессионалитет» и получило субсидию на капитальный ремонт. Колледж, основан в 1930 году, является одним из старейших на северо-востоке республики. Я был в этом колледже в Большоустекинском. По профессионалету вы его сделали. Шикарный колледж на самом деле. Я прям порадовался. У меня не было в программе, я попросил заехать и порадовался. Но глава что просит? Ну, действительно, сделали все. Но нет внутри оборудования. 10 миллионов. Может быть, не 10, там сразу. Но колледж мы сделали уже хорошо. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» к 2025 году в Башкортостане создадут 19 образовательных кластеров на базе колледжей. На эти цели привлекли более полутора миллиардов рублей федеральных субсидий. Из бюджета республики выделили более 860 миллионов. В городах и районах Башкортостана к 20 декабря оборудуют 826 новогодних городков. Для праздничного оформления установят почти 2000 живых и искусственных елей, сообщила исполняющая обязанности министр ЖКХ республики Ирина Голованова. Кроме того, в планах смонтировать 250 километров световой праздничной иллюминации и установить 2200 арт-объектов, в том числе ледяных фигур. Для жителей и гостей столицы Башкортостана откроют 19 городков и установят 150 елей. В Стерлитамаке в этом году пройдет фестиваль «Городские истории». Предприятие выставит 20 брендированных елок, украшения которых будут связаны с историей города, династиями, работающими в этих организациях. В целях обеспечения единого подхода к организации праздничных мероприятий предлагаем утвердить следующие сроки выполнения работы. До 6 декабря обеспечить новогоднюю подсветку зданий, входных групп и улиц, общественных пространств, парков, скверов, обеспечить установку искусственных елей. До 20 декабря обеспечить установку живых елей и устройства новогодних городков, обеспечить проведение мероприятий по сертификации горок. По словам Ирины Головановой, в этом году Минжекаха Башкортостана традиционно организует конкурс на лучший новогодний городок. Победители наградят денежными призами из бюджета Башкортостана. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.